Волейболистки уже привыкли к такому непосредственному общению со своими болельщиками. В прошлом году они проводили занятия для воспитанников детского дома. Нередко проходят тренировки в детской волейбольной школе. И вот пришло время для обычных горожан. На мастер-класс приглашали всех желающих, вне зависимости от владения навыками игры и возраста. Кое-что опробовали уже и на школе, там где детишки маленькие, и с детским домом когда занимались. Здесь неизвестно было сколько будет человек на занятии. Поэтому я продумал, чтобы было от 10 до 40. То есть человек примерно одно и то же занятие, поэтому я думаю должно все получиться. На занятия пришло несколько десятков человек. А вот Северянка прибыла в полном составе, включая весь тренерский штаб и даже врача. Таким образом почти у каждого из горожан был свой персональный тренер. Упражнения не самые простые. Здесь и тренировка координации и ловкости, и техники игры с мячом. Все можно вблизи рассмотреть и попробовать самому. Послушать совет профессионала. Ведь в паре с тобой не только чемпионы высшей лиги, но и игроки национальной сборной России. Например, Ксения Кравченко, которая всего день назад вернулась с мирового в Гран-3. Конечно, все понравилось, потому что там очень все серьезно, очень персонал подобран. Это сразу повышается уровень, дисциплина. Хочется работать, показывать то, что ты умеешь и учиться. Для волейболисток тоже не очень привычно такое общение. Особенно для новобранцев команды. Например, Наталья Немтиновой, которая только 10 дней назад присоединилась к Северянке. Достаточно необычно, так как я уже участвовала в неких похожих таких мероприятиях, но люди не участвовали. То есть мы показывали мастер-класс с командой, они смотрели, и только в конце подходили маленькие девочки и просили с ними какие-то элементы отработать волейбольные. В конце мастер-класса уже время горожан удивлять волейболисток. Оказывается, многие вполне умело обращаются с мячом. Кстати, если кто-то не успел на тренировку в этот вечер, то есть шанс посетить еще один мастер-класс. Он запланирован на 28 июля и состоится уже на стадионе школы номер 5 в Заречи. Владимир Сентябрев, Иван Цветков. Новости.